здравствуй путник сегодняшняя история называется я вижу смерть автор истории доктор м а перед прослушиванием я благодарю следующих подписчиков за донаты дмитрий чукунов и сталкер слепой и конечно же благодарю всех подписчиков бусти которых вы видите на экране в особенности подписчиков блинч урбаноид илья с руслан буранов соня и вилена тромбон и огромнейшее спасибо алексею ульянову и ирине житковой вы все очень помогаете каналу ну а на бусти вас ждет различные эксклюзивный контент истории дополнение к историям мрачные стихотворения внимание в истории будет незначительное количество ненормативной лексики ну а теперь к истории и приятного прослушивания привет тому кто найдет этот документ я напечатала и сохранила его здесь возможно никому не придет в голову взламывать мой аккаунт чтобы это прочитать аккаунт безликий я изменила свое имя и имена все всех кто будет фигурировать в этом файле но не написать не могу мне нужно поделиться всем этим хотя бы с бездушной машиной меня зовут вальтер алина владимировна и я врач реаниматолог точнее была реаниматологом уволилась после сворачивания к видного отделения в нашей больнице тогда в апреле 22 года количество пациентов зараженных этим широко известным благодаря нашим сви вирусом стало сходить на нет да и оставшиеся болели уже достаточно легко кто такой реаниматолог если кто не знает это врач который расклеивает ласты да именно реаниматолог занимается пациентами с самыми тяжелыми формами заболеваний с состояниями угрожающими жизни с обострением хронических заболеваний также серьезные дтп инфаркты инсульты это все наше в принципе кому интересно можно найти в сети тонны информации почему уволилась если это сейчас читают мои коллеги то первая мысль это тяжелая во всех смыслах работа зарплата не соответствующая нагрузкам профессиональное выгорание и тому подобное как бы я хотела чтобы именно эти причины были ведущими тогда бы я не написала этот рассказ таких выгоревших по стране сотни причина в том что я вижу смерть нет не в том смысле что я часто ввиду специфики отделения вижу как умирают люди нет я буквально вижу смерть да да ту самую белый скелет в черном балахоне с капюшоном но без косы моя видимо продвинутая и забирает жизни при помощи беспроводных технологий нет я не поехала крышей не страдают зрительные каллюцинации после 15 лет работы в реанимации я проверялась у трех психиатров в разных городах я не ударялась головой меня не кусала радиоактивное животное я не переживала какое-то сильное эмоциональное потрясение ничего моя жизнь вполне обычная для реаниматолога смерть в один прекрасный день просто появилась не сверкала молния не мигали угрожающие лампы ничего из атрибутики фильмов ужасов я на очередном дежурстве зашла в палату что-то спросить у медсестер и тут она стоит в конце палаты рядом с кроватью у пациента которого костлявая почтила своим вниманием был геморрагический инсульт это тяжелое состояние при котором сосуд снабжающий мозг кровью рвется и кровь разливается внутри черепа может скапливаться внутри вещества мозга может сдавливать его мало приятного в общем он из-за этого был в коме и как положено был на трубе то из-за него дышал аппарат искусственной вентиляции легких моя реакция на тот момент нет я не заорала на весь корпус и не грохнулась в обморок я удивилась видя как девочки спокойно что-то отмечают в листе назначения санитарка готовится мыть пол я подумала что это шутка да ведь на просторах интернета масса очень реалистично выглядевших костюмов поскольку в терапевтической палате кроме пациента в коме никого не было я реально подумала что девочки захотели подшутить хотя шутка так себе конечно я уже набрала в легкие воздуха чтоб спросить какого хлора тут творится если бы не любовь васильевна дородная женщина лет пятидесяти которая уже не один год работала здесь санитаркой не начала активно орудовать шваброй и не прошла сквозь нежданную гостью да мать вашу прошла насквозь как через дым вот тут нужно было орать но включилась часть мозга отвечающая за логику алина спокойно выйди из палаты отдышись обмозгуй говорил голос внутри моей головы я попятилась к выходу и на удивленный взгляд сестер махнула рукой мол потом не срочно спокойно как мне казалось я дошла до ординаторской благо на дежурстве она только твоя мать твою мать твою доработалась глюки начались а дальше что голоса слышать начну на учет поставят от работы отстранят палата с мягкими стенами и что теперь проверить еще раз вдруг это разовое явление я осторожно с безопасного расстояния заглянула в палату увы не помогло фигура в черном балахоне как стояла так и стоит у девочек самое обычное выражение лица то есть они ее не видят алина владимировна а я к вам раздалась у меня за спиной и от неожиданности чуть не подпрыгнула это наш хирург максим валерьевич опять аппендицит в приемнике небось вот только этого мне сейчас не хватало а ведь точно не хватало надо завести его в палату он не сможет не отреагировать на это если конечно увидит вечер добрый максим валерьевич в гости или хотите вечер мне занять постаралась я улыбнуться как можно натуральнее да вывих плеча вправить бабушка божий одуванчик связки уже никакие поскользнулась вылетела плечо и сустава как миленькая говорит уже часа четыре точно не ела может возьмем мне ее буквально на полминуты расслабить хорошо только можно вас на секунду пока вы здесь хватай его за рукав и тянув палату увы реакции никакой это смерть мой персональный глюк вот нужно еще одно мнение посмотрите на подключичку я показываю на уходящей подключицу тонкий катетер к которому подключается капельница с раствором вам не кажется что вокруг места входа немного отекло вроде и два дня как стоит только на самом деле с катетером было все хорошо но нужно же мне было что-то ему сказать да нет все отлично промолвил он деловито склонившись над кроватью и плечом пройдя сквозь черный балахон а ну хорошо спасибо показалось значит пойдемте посмотрим бабушку как отработала то дежурство я не особо помню помню только то что не спала хотя иногда позволяю себе прилечь сна не было ни в одном глазу я сидела и без остановки гуглила мифы и легенды о костлявы гости а потом запрашивала учебное пособие по психиатрии в 4 25 прикроватный монитор истошно завопил регистрируя у пациента асистолию то есть остановку сердца я услышала быстро приближающиеся шаги кто-то из девочек бежал координаторской чтобы меня позвать но я выбежала раньше чем медсестра проделала половину пути корысты лев выдохнула я глядя на резко остановившуюся в коридоре медсестру то быстро кивнула это был как раз тот пациент рядом с которым стояла смерть адреналин один кубик набираем вводим кивнула ее сестры одна из них татьяна сразу же побежала к холодильнику где хранился данный препарат при проведении реанимационных мероприятий он вводится каждые 3-5 минут дефибриллятор спросила меня медсестра алиса сергеевна уже готовясь принести его кровати нет здесь полная остановка на прикроватном мониторе ползли прямые линии без зубчиков это значит что сердце просто остановилось нет в разнобой сокращающихся пучков который бы разряд дефибриллятора синхронизировал я уже давно ставшим привычным движением опустила одну ладонь на грудь мужчины вторая ладонь легла сверху в голове звучало наставление моего преподавателя руки прямые качаем всем телом не руками смотрим на монитор датчики должны улавливать движение крови иначе ваши действия неэффективны я взглянула на часы 4 25 специально наш заведующий повесил в обе палаты на стену именно цифровые часы с большим дисплеем это гораздо проще чем вглядываться где там стрелка начали если за пациента дышит аппарат то жать нужно 100 120 раз в минуту как считать спросите вы а не как я просто начинала в таком случае в голове напевать композицию макарена ее темп 105 ударов в минуту не собьешься ну и каждые 35 минут адреналин внутривенно и рядом снова этот черный балахон который через пять минут просто исчез я не понимающий не переставая качать завертела головой она исчезла а еще через 25 минут мы прекратили реанимацию время смерти 455 это была моя первая встреча со смертью она была не особо общительна но кое-что до меня донесла как только я попыталась в один из дней рассказать моему коллеге и хорошему другу о том что происходит она тут же стремительно телепортировалась от обреченного пациента ко мне и глядя пустыми глазницами приложила к губам точнее к зубам палец более чем понятно я не стала проверять что будет если я расскажу кому-нибудь о моей новой знакомой а чего уволилась то но увижу скелет балахоне и что а то что она появляется рядом с человеком примерно за сутки до его смерти да я засекала вела дневник всегда проходила менее суток с момента обнаружения незваной гости я заступаю на дежурство она могла быть уже там в палате когда она появилась час назад или 23 часа я не знала я знала лишь то что пройдет не более 24 часов и каково скажете мне бороться за жизнь человека когда ты знаешь на сто сорок шесть процентов что он умрет я три года пыталась с ней бороться когда смерть появлялась я несколько раз проверяла заряжен ли дефибриллятор набирала заранее в шприцы адреналин и другие препараты которые используются во время реанимации или другой неотложной помощи на случай оторвавшегося тромба под рукой был всегда препарат для их растворения аппараты вл искусственной вентиляции легких я подкатывала заранее даже если избранный пациент прекрасно дошел сам и что хрен там ни разу ни разу черт побери мне не удалось хотя бы ненадолго удержать человека в этом мире про откачать и речи не шло она появлялась не только в реанимации я могла прийти на консультацию в любое отделение и увидеть ее я могла заметить как она медленно плывет за каким-нибудь прохожим на улице дамочка с обширной географией но что интересно если в течение суток в отделении было суждено умереть двум или более людям она сначала стояла около того кто должен был уйти первым а потом сразу перекочевывала к другой кровати даже если разница во времени между констатациями биологической смерти была совсем небольшой у меня вошло в привычку проходить через некоторые отделения а именно через акушерское и детское упрекните меня за трусость но я была готова придумать сто пятьсот причин случае обнаружения ее рядом с ребенком чтобы свалить с дежурства чтобы этого не видеть не участвовать в заведомо проигранной битве к счастью там смерть я встретила всего лишь один раз за три года и я в тот день не оставалась на ночное я знала что она заберет того мальчика лет 11 в ярко-красной футболке что завтра главное на пяти минутки будет рвать и метать и отсчитывать дежурного педиатра и дежурного реаниматолога за компанию я знала что будет слышен плач родителей но что я могла сделать она просто оставила меня перед фактом я заберу этого человека и . потихоньку начали опускаться руки я поняла что не хочу дальше подходить к таким пациентам я начала ловить себя на мысли что не хочу назначать дорогостоящий дефицитный препарат заведомо мертвому но не ввести это значит не выполнить клинические рекомендации история болезни не пройдет по критериям качества и вообще пойди докажи что он умер потому что так захотела смерть а не потому что я захотела сберечь лекарства для другого и попасть под уголовку кто-то скажет что за бред надо сражаться до последнего за каждого ну да когда есть надежда а когда в течение трех лет стопроцентный облом тут любой энтузиазм пропадет прочувствовала профессиональное выгорание во всех красках и я ушла не из медицины из специальности переучилась на врача по лечебной физкультуре вообще не то что в реанимации но я больше так не могла это не значит что я перестала ее видеть нет дама в черном также неизменно несла караул рядом с обреченным человеком но мне еще было суждено вернуться в реанимацию но не в обычную а в к виду в нашем городе первый случай девятнадцатого к вида был зарегистрирован в середине апреля двадцатого года и понесся со скоростью света заражать всех подряд на больницу спустили приказ собрать к видную команду для реанимации которая в случае появления пациентов с тяжелой формой этой заразы приступит к работе и этот пациент появился 13 мая 2020 года и позвали меня алина владимировна я не могу из реанимации докторов вытаскивать их это кот наплакал да и не хотят а у тебя навыки есть около года всего в реанимации не работаешь сертификат действует пойдешь надрывался в трубку ночмет пойду выдохнула я не сочтите меня корыстолюбивый но за работу в к виде шли очень хорошие доплаты а зарплата врача лфк отличалась от зарплаты реаниматолога не в лучшую сторону заболею в любом случае но болеть с деньгами гораздо приятнее чем без денег участились ли мои встречи со смертью конечно к вид шел волнами то есть от забитого под завязку отделения до относительно спокойных дежурств и пустых коров боек и именно в эти волны костлявая знакомая даже не исчезала из отделения вообще я не буду расписывать все то что происходило в реанимации но в один прекрасный день случилось то что сильно покачнуло мое представление о жизни смерти и мироустройстве в целом думаю что в каждой больнице есть такая категория пациентов презираемая всем персоналом и ее представители частенько госпитализируются с осложнениями это наркоманы причем те ребята что уже на внутривенных препаратах таким был пациент 33 лет василий корюшкин высокий всегда сколько его помню худющий и бледный он всегда представлялся как васек и мы между собой величали его также суть в том что по приказу любые пневмонии воспаление легких то есть подлежали госпитализации в ковидное отделение даже если пневмония ни разу не ковидная у васька именно такая и была не ковидная а пневмоцистная частый спутнику пациентов с убитым иммунитетом а убил свой иммунитет васек заразившись вич инфекции при очередных нарковливаниях и эту самую инфекцию он упорно не желал лечить спид центр за все эти восемь лет когда он узнал о своем диагнозе так и не почтил своим присутствием при таких вводных вич в организме васька чувствовал себя прекрасно и не откладывая в долгий ящик принеса прореживать популяцию иммунных клеток и вот нашего старого знакомого в полу бессознательном состоянии в палату завозит ребятой скорой ох родники тебя только не хватало грустно улыбнулась я а что за торможенный накололся опять не не сожительница скорую вызвала говорит трудно дышать стал никого не узнает мы ему кольнулись и бозон на дорожку в мышцу вообще неуправляемый а сюда зачем я уже представила какое будет веселое дежурство у коллеги васька будет ломать он будет вопить на всю больницу и периодически строить невинные глазки и выпрашивать у девочек промедол так пневмония алина владимировна значит ваш кт сделали и не поспоришь давайте на эту кровать васька переложили девочки ловко привязали его кровати за все конечности ибо в ломке он мог не только ловко всех раскидать да еще и сам сигануть в окно а мы благо на четвертом этаже подключичку будете ставить алина владимировна уже по привычке спросили у меня сестры если вену найдете то не буду инфузия у него будет минимальная благо медсестры из реанимации вену находят даже там где ее нет и даже у таких как васек вы спросите зачем рассказала про него слушайте дальше примерно за сутки до того как васька вручили в добрые заботливые руки к видного отделения к на попал еще один парень тоже достаточно молодой 29 лет всего дмитрий алёхин я думаю не будет открытием если я скажу что ковид протекал у всех совершенно по-разному кого-то съедал за несколько дней кто-то мог полихорадить недельку или месяц не ощущать запахи кто-то только по положительному пцр тесту или наличие антител в крови понимал что болеет или уже переболел у дмитрия был первый вариант течения стремительный злой в первые сутки его перевели в реанимацию еще через несколько часов он оказался подключенным к аппарату и вл такие пациенты в большинстве своем в медикаментозном сне такие препараты водятся постоянно и пациенту спокойнее и организм перешедший в искусственный сон потребляет гораздо меньше кислорода что при поврежденных к видам легких чрезвычайно важно схему лечения тяжелых форм к вида на тот момент когда я работала входили такие препараты как ингибиторы интерлейкина они подавляют иммунитет бывали случаи когда это было нужно при таком злостном течении активный иммунный ответ во время к вида просто восставал против своего хозяина у нас таким препаратом было артлегия флакончик где была крохотная капелька 0,4 миллилитра стоимостью как крыло от боинга артлегия используется при лечении ревматоидного артрита и ее количество в аптеках было совсем небольшим при ковидных волнах запрос на нее вырастал раз 500 а может и больше разумеется достать ее было очень сложно выпуск просто физически не успевал за запросом больниц но родители дмитрия достали причем доставка этого крохотного флакончика стоило больше чем он сам с надеждой они отдали ее заведующему алин артлегию родственники алёхина достали ты же его ведешь сказал мне он о отлично я схватил эту маленькую картонную коробочку где в кубике из пенопласта будет лежать драгоценность но радость моя была недолгой рядом с кроватью дмитрия стояла она нет 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 закричала я про себя нет выдохнула я уже шепотом чтобы меня не услышала сидящая за столом сестра татьяна его нет но что и мое несогласие я бессильно сжала коробочку оперлась ладонью о стол и замерла через сутки его не станет никакая артлегия ему не поможет подмениться придумать что угодно не присутствует на смене я не буду потом звонить его родителям и сообщать им мол извините и зря вы доставали препарат ваш сын умер краем уха я услышала как на койке завозился в осёк действие сибазона подходила концу какого хуя где я уже довольно громко проговорил он твою мать лучше бы ты его забрала тихонько рыкнула я хватая ваську за руку ибо тот уже ловко освободившись отвязки на руке тянулся капельницы тут произошло то чего я не могла даже представить смерть перевела взгляд на васька и медленно переплала к нему что я позвала на помощь васька снова зафиксировали артлегия для алёхина на 100 миллилитров из раствора капельно в течение часа я протянула дрожащей рукой татьяне коробочку и поспешно удалилась из палаты значит можно было сделать обмен с ней можно договориться видимо она приходит за чьей-то жизнью но ей все равно за чьей главное сам факт смерти если еще две минуты назад я была настроена на то чтобы отмазаться от дежурства теперь я ждала его с нетерпением она же не шутит она заберет васька я только что обменял одну жизнь на другую так и случилось алёхин хоть и медленно но верно пошел на поправку все меньше кислорода во вдыхаемой смеси было нужно температура переставала подпрыгивать под 40 пульс держался в пределах нормы а васек васек дал остановку ровно через сутки после того как смерть стала около кровати алёхина то есть если она переходит от одного человека к другому то отчет не начинается заново все укладывается в 24 часа похоже на то нет меня не мучила совесть после произошедшего а грызла досада когда я поняла что тогда три года назад могла предложить костлявой какого-нибудь умирающего от рака больного и тот мальчик в красной футболке был бы жив кто-то может сказать что-то неправильно так нельзя все жизни важны возможно только у людей бывают зачастую совсем иные представления на этот счет вы можете спасти только одного и вам выбирать между 11-летним мальчиком и 90-летней старушкой кого спасете думаю ответ очевиден воспользовалась ли я еще раз таким обменом да воспользовалась и раньше чем думала но мои знакомые в черном балахоне оказывается были свои правила нельзя было просто показать фото человека или указать на него и обменять жизнь нужно было в момент просьбы иметь физический контакт с человеком это сработало в первый раз так как я держала воська за руку но это не самое трудное примерно через два дня к нам поступил еще один молодой парень закон парных случаев никто не отменял смерть заняла свой пост у его кровати и поставила меня перед выбором я несколько часов сидела и просматривала истории болезни возраст сопутствующие заболевания наличие родственников социальная активность и нашла пациент был после инсульта не разговаривал плохо глотал правая рука и правая нога были полностью обездвижены в этом состоянии давно его привезли сюда все с той же пневмонии только с аспирационной то есть частички пищи из-за нарушенного глотания попали в легкие вызвали воспаление забери его прошептала я когда подошла к нему и коснулась руки смерть перевела взгляд на него потом на меня и показала мне два пальца в виде буквы в 2 тебе нужно два человека перед глазами поплыла так и внула а что ты хотела алина что все будет так просто хотя выбирать кому умереть это вообще не попадает под категорию просто это в первый раз один к одному а теперь с процентами за услуги у меня оставалось еще часа четыре еще одного еще одного я нашла по нему тоже не будут плакать некому и она забрала двоих работать стала самую малость легче я не дам ей больше забирать ребенка или кого-то совсем молодого или того у кого есть маленькие дети в третий раз она показала уже три растопыренных пальца бывает что сверху спускают приказы о повышении квалификации или дополнительном обучении вот и на наше отделение спустили направить двух врачей в областную клиническую инфекционную больницу города н для обмена опытом на пару дней так сказать уехать в другой город и сменить обстановку это я за обеими руками величественное пятиэтажное здание инфекционная больница этого города находилась чуть ли не в самом центре и со всех концов этого самого города туда свозились все пациенты с к видом средней или тяжелой степени течения каково было мое удивление когда в заведующем отделении я узнала своего одногруппника игорь игорь бахарев удивленно выдохнула я глядя на высокого темно-волосого и кореглазого мужчину при этом с очень светлой кожей странно игорь рвался в травматологию а что он в инфекционке забыл алина тот расплылся в улыбке у нас с игорем не было романтических отношений но общались мы очень хорошо оказалось что игоря переманил на другую специальность его друг но он как оказалось теперь совершенно не жалел о том что не посвятил себя травматологии он водил меня по отделению показывал аппаратуру делился интересными случаями из работы и жизни а я увлеченно слушала после полутора лет без отпуска и выезда из своего города мне было интересно все тут до моих ушей долетел плач тут есть дети в груди неприятно сжалось да хоть и немного вздохнул игорь ковид их почти не трогает у нас за полтора года вообще не было детей в ковидном отделении все с легким течением по домам сидели у нас их всего игорь задумался пятеро четверо в общей палате с мамами а пятый пятый в интенсивном на ивл можно взглянуть к вид тяжелой степени это как раз то с чем я работаю я жила кулаки мне нужно было увидеть этого ребенка и очень желательно не увидеть ее да не вопрос пойдем мы подошли к реанимационному блоку плотно закрытая металлическая дверь надпись красным посторонним вход запрещен из-за двери доносилась знакомая попискивание аппаратуры пойдем он толкнул дверь халат шапочку и маску девчонки сейчас принесут мой взгляд заметался по палате нет сейчас меня не интересовали не обстановка не аппараты игорь повел меня в отдельный бокс на одного человека игорь сергеевич позвала его одна из сестер он остановился и обернулся алина вот туда проходи показала на стеклянную дверь я сейчас я захожу в палату глядя в пол медленно поднимаю голову до небольшое помещение функциональная кровать по центру на металлической полке монитор с показателями пульса сатурации давления рядом аппараты вл на кровати мальчик лет 7 в медикаментозном сне рядом мигают шприцевые дозаторы читаю надписи пропафол хоть черт один из них медленно вводит ребенку дофамин это значит что он не держит артериальное давление на достаточном уровне это плохо и замечаю краешек черного балахона скинув голову впиваюсь взглядом в нее обреченно вздыхаю ведь тут я не смогу помочь она потребует уже четырех а я знать не знаю здешних пациентов не посмею указывать наугад да и сколько она тут стоит может через пару часов уже все я просто смотрел на нее не двигалась ребенок от ковида при мне еще не умирал страшно блять услышала я за спиной мужской голос в котором слышалось отчаяние был мне незнаком я резко развернулась рядом стоял полноватый светловолосый мужчина лет сорока ой простите игорь сергеевич меня сюда привел я врач-реаниматолог из другого города а а да здравствуйте как-то растерянно бросил он глядя мимо меня что за реакция сатурация давление неплохие монитор не сдавал сигнал тревоги куда ты смотришь черт побери на кафель над кроватью осознание ударило молнией он смотрел на нее на смерть вот почему он так отреагировал я не единственная не одна я такая ребенка можно спасти можно обменять вы тоже видите с надеждой в голосе прошептала я и кивнула головой в направлении костлявой у мужчины глаза стали размером с блюдца он переводил глаза то на нее то на меня видимо от неожиданности утратил навыки разговора что повернулась а к смерти ты говорила никому не рассказывайте себе но мы-то оба тебя видим то наклонила голову на бок повернула ее ко все еще молчащему доктору потом ко мне и снова выпрямилась али ну как посмотрела игры заглянул в палату реакции на смерть нет не видит да да смотрю о а это твой коллега врач реаниматолог аникин владислав юрьевич владислав юрьевич и ваша коллега из другого города алина владимировна очень приятно выдавил он чуть отойдя от произошедшего мне тоже выпалила я с трудом сдерживаясь хотелось клещом вцепиться в этого аникина расспросить что когда и как пойдем позвал меня игорь слушай можно я немного с владиславом юрьевичем пообщаюсь тут режим витиляции легких очень интересно используется хочу расспросить поподробнее ага фиг там обычный симф но поскольку игорь инфекционист то это та область где он не сможет поддержать разговор ладно хорошо пожал он плечами вы не против владислав юрьевич нет нет я буду только за голос дрожала от нетерпения только недолго через минут 15 всех собирать будут в актовом зале как только за игорем закрылась дверь бокса мы уставились друг на друга как если бы увидели динозавра время поджимала да и не то это было место для подобных разговоров давно видите спросил он уже около пяти лет а вы полтора года где-то сразу вместе с ковидом само по себе получилось чуть инфаркт не схватил да даже брови дыбом стали бороться пытались он не ответил лишь усмехнувшись махнул рукой тоже не разрешала себе рассказывать от волнения крутила в руках телефон едва не выронила его из рук да да и кто бы поверил около ребенка давно кивнула я в сторону кровати час назад не было я облегчено выдохнула времени достаточно чтобы выбрать тоже дает только сутки ну да примерно сутки проходят на что дает время не понял он удивленно приподнял брови попрощаться я едва заметно улыбнулась позвольте вам кое-что рассказать врач реаниматолог аникин владислав юрьевич шел по отделению на вечерний обход в руках у него были истории болезни одна из них самая верхняя принадлежала 87-летней пациентке диагноз к вид 19 подтвержденный от 12 октября 20 года течение тяжелое сопутствующие заболевания сахарный диабет второго типа множественные осложнения артериальная гипертензия третьей степени риск 4 хроническая сердечная недостаточность 3 он подошел к кровати и дотронулся до ее руки это был март 21 года алина проводила каталку с черным мешком шестую за неполные сутки эти сутки будет помнить вся дежурная смена сразу из нескольких отделений было отправлено в морг 6 человек да не обязательно было только в этом отделении не обязательно даже чтобы из этого города и нужно было только показать показать прикосновением и успеть за 24 часа я больше не работаю в этой больнице но от этого я не перестала ее видеть с ладиславом юричем я так и не вышла на связь хотя изначально была настроена на это язык не повернется спросить сколько раз был обмен кого он выбрал и на кого менял пусть это будет только его тайной я не знаю совпадение ли это или ее могут видеть только представители определенных профессий врачи мчс пожарные военные я не знаю сколько она затребует если однажды я увижу ее в зеркале позади себя может быть свою жизнь я не смогу обменять я не знаю сколько отводится тем кого и обменяла но прошло почти два года они живы но одно я знаю точно если она встанет за спиной моих близких меня не остановит количество нужных для обмена людей я обменяю всем спасибо за прослушивание надеюсь история вам понравилась в моменте когда смерть показала первый раз два пальца у меня прям мурашки по коже пошли жутковатая история спасибо автору истории спасибо всем кто слушал подписывайтесь на канал если этого вдруг еще не сделали пишите комментарии пишите мнение об истории обязательно подписывайтесь на телеграм-канал группу вконтакте и подписывайтесь на бусти если есть желание и возможность там вас ждет довольно много эксклюзивного контента ну а с вами же был канал зов из зоне всем хорошего и помните что мы обязательно еще увидимся ведь меня обменяли